В этом кратком фильме я хочу рассказать о выборе формата. Дело в том, что форматная фотография очень разная. Из истории известны очень крупные по размерам негативы, которые использовались в фотографическом искусстве. Самые крупные камеры достигали размеров где-то 220 на 180 сантиметров. Это действительно гигантские по размерам камеры, которым делался специальный объектив. И наивные фотографы мечтали, что именно такой камерой удастся добиться какого-то особого ландшафтного снимка. Но выяснилось, что это не так. Оказалось, что есть очень большие препятствия, связанные с изготовлением оптики для камер такого формата. И история потихоньку заглохла. Но, тем не менее, до конца XIX века и в начале XX века были популярны так называемые ростовые портреты. И для них выпускались камеры максимальным форматом 80 на 100 сантиметров. Вот такой негатив предполагалось использовать для контактной печати. Конечно, такие камеры довольно быстро вышли из употребления. И всем стало ясно, что оптимальный размер, скажем так, пластиночных и пленочных фотографий где-то в районе форматной стандартной пластинки. Стандартной пластинкой считается вот такая примерно пластинка, такая кассета, в которую заряжается пленка. Она в разных странах чуть-чуть различалась. Но, в конце концов, становилось то, что называется 24 на 30 или 18 на 24 сантиметра. Это казалось самым оптимальным форматом. И для них выпускали и выпускают и стеклянные, и целлулоидные пластинки. То есть на пластиковые основы. Таким образом, выбор на самом деле существует. Потому что долгое время установившимся форматом, максимальным для форматной фотографии, были камеры размером 50 на 60 сантиметров. Это максимальный формат, но это довольно неудобно. Вполне понятно, что это студийная камера. Мех, соответственно, должен быть где-то 70 на 70. Ну и растяжение около примерно двух с половиной метров. Достаточно неудобные камеры. Я пользовался такими устройствами. Но они предназначены для стационарных, студийных условий. Намного живее было дело с камерами 30 на 40. И даже в советские времена, советские производители выпускали камеры 30 на 40. И даже придавали им вид дорожных. То есть тех, которых можно как-то вдвоем перетащить. Для этих камер уже были кассеты. И кассеты довольно сложные. Весь мир их делал. И вот перед нами как раз одна из самых лучших кассет такого типа, которая позволяет делать снимки желаемого формата 30 на 40 сантиметров. То есть это кассета, которая имеет так называемую сдвижку. То есть она имеет козунок и специальный вкладыш. То есть здесь, приобретя такую камеру 30 на 40 сантиметров, можно снимать и 13 на 18, и 18 на 24, и 24 на 30, и 30 на 40 сантиметров. Вкладыши вот такие специальные позволяют это делать. Но понятно, что чем больше формат, тем к большему катастрофам приводит каждая ошибка. Потому что снимать с ними сложно. Законы действуют несколько иные, чем даже в узкоплёночной или там Хасельблазовском формате 16 сантиметров. То есть в полуформатном случае. Но тем не менее, существуют дополнительные возможности у таких пластинок. С чем они связаны? Дело связано с тем, что есть объективы, которые кроют как раз такую пластинку, но имеют очень низкое разрешение. Это большая трагедия, потому что снимок практически увеличивать невозможно. Чем более тонкая и изысканная, продуманная с художественной стороны оптика, тем хуже её техническое качество. То есть поставить объектив на цифровую матрицу, если бы она даже была такого размера, старинной, довольно сложно. Потому что он даёт изображение крайне низкого качества. Оно художественное, оно там воздушное, оно тонко передаёт полутона. Но это изображение плоской, с нулевой поверхностью матрицы, цифровой камеры не воспроизведётся. Или воспроизведётся очень плохо. То есть есть естественные технические ограничения, которые позволяют использовать старинные высокохудожественные объективы только с камерами, в которых используется достаточно толстая плёнка или пластинки. Когда человек встаёт перед выбором занятий форматной фотографии, естественно, надо решиться, с чего начать. Не надо стремиться разыскивать, ремонтировать, покупать за очень большие деньги сразу крупноформатную камеру. Даже формат 13х18, вот эта камера стоит перед вами, и то является не бесспорным. Хотя для этого формата сейчас выпускаются черно-белые плёнки несколькими производителями, и вполне можно использовать. То есть формат очень хороший, я его очень люблю, потому что он позволяет при таком размере кадра делать прекрасные портретные снимки. Но, начиная заниматься форматной фотографией, лучше всего начать с простого, то есть с небольшого размера плёнки. То есть именно с плёнки 4х5 дюймов, или то, что раньше в Европе называлось 9х12 см. Это оптимальный формат, к которому масса фирм производит и черно-белую цветную плёнку, и цветную негативную, и позитивную. То есть это позволит, во-первых, всё-таки заняться этим не так дорого, а с другой стороны, доступны довольно разнообразные материалы. Очень разных производителей, разного качества, разной чувствительности. Тогда всё приобретает более-менее внятный размер, небольшая камера, вот так, или чуть поменьше размера, небольшой набор аксессуаров, который позволит попробовать получать первые качественные снимки. 4х5 дюймов это как раз тот формат, который при известном опыте работы с полуформатными камерами, ну, такие как Hasselblad, или камера серии Fuji, плёночная имеется в виду, или камеры Raleflex, которыми многие пользовались. Начав с этого формата, уже довольно легко перейти на формат 4х5 дюймов. Листы одиночные, кассеты обычно, как правило, двойные, только пластиково-железные, которые, собственно говоря, позволят ощутить всю прелесть работы с форматными камерами. Конечно, надо начинать с черно-белой плёнки. Выбор формат 4х5 дюймов, или 13х18 сантиметров, нужно попробовать получить результат. Конечно, черно-белой. Почему? Потому что только попробовав руками все прелести обработки, проявки плёнки, можно понять, как это всё работает. К тому же, слишком велико расстояние от съёмки до сдачи в лабораторию, получения из лаборатории дальнейшего анализа. Слишком много времени. Очень трудно понять. А так, поскольку листовая плёнка, каждый раз можно снять и проявить одну кассету, одну единственную, один единственный лист, всегда можно отработать и портретную съёмку, и ландшафтную, и всё что угодно. В этом отношении, так сказать, результат будет приближен предельно, почти как в цикровой фотографии, если не считать временную проявку печать. И тогда, почувствовав, как нравится, не нравится, получается, не получается с форматной фотографией, тогда решать, это ваше занятие или не ваше. Но если такое дело случится, и вы остановились, поняли, что перспектива такого художественного занятия вас прельщает, тогда можно переходить на большие форматы. То есть, у нас есть потенциали, не только плёнка и расходные материалы 4 на 5 дюймов, но и более крупноформатные, общедоступные Илфорд, которые сейчас есть 8 на 10 дюймов. Камера такая стоит, ок, за моей левой рукой. Она как раз предназначена для работы с такими форматами. Это старая камера, но есть и современные, какие как ТОИ, такие как Лингов, и можно найти камеры такого формата. И это тоже достаточно доступная техника, хотя уже цветная плёнка, получение цветной плёнки намного более затруднено. Тем не менее, возможность такая существует, поскольку мы живём в открытой стране, и приобрести из-за рубежа плёнку тоже возможно. Таким образом, определяясь с форматом, нужно помнить только один единственный принцип. Проба себя в таком виде искусства столь расходна и время затратна, что надо попытаться рисковать меньше. Если ваши возможности позволяют, конечно, хорошо попробуйте большой формат. Но если... Совсем большой формат. Но если этих возможностей немного или они ограничены, то вполне можно начать с формата 4 на 5 дюйма или 9 на 12 сантиметров, чуть больше, который позволит оценить и ощутить все прелести фотографического искусства. И, конечно, следующим этапом является выбор объектива. Потому что всегда, начав какое-то дело, любому человеку хочется получить сразу хороший и завет Диму Дому более интересный, чем цифровой, в данном случае, результат. То есть интересный результат, который бы свидетельствовал о том, что вы пошли по правильному пути. И в следующем небольшом сюжете я расскажу о выборе объектива. Субтитры создавал DimaTorzok